Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Я собралась на маникюр. У меня тут, в общем-то, еще новогодний. На другой руке вообще ноготь сломался, пол вот так прям до мяса практически. В общем, еду на новый маникюрчик. Как сделаю, покажу вам, какой новый сделал маникюр. Ничего не придумала, но, походу, что-нибудь обязательно придумаю. Без маникюра не приеду точно. Ну что, вот такой вот у меня новый маникюр. Кошки. Такой вот светлый. Я маникюром довольна. Вот такой вот светленький на этот раз у меня маникюр. Был яркий долгое время, теперь будет вот такой вот светлый. Вот, и ко всему подходящий, я так считаю. Надо отдохнуть немножечко, релаксом, скажем. Сейчас в страховую компанию заеду, мне надо Илюшке страховку. А вот, сейчас мне девушка сделать, заберу ее. Ну, и поеду в сторону дома. Ну что, друзья, всем добрый день. Мы тут сдали документы с Максимом на получение БТС. Потом еще надо мне номера получить на автомобиль. А сейчас пока ждем, зашли в столовую. Взяли супчика. Максим взял еще себе кофе, взял пирожок. Я только решила по борщу пройтись. А, щи это, да? Кофе. Вот, ну и в общем ждем ПТС. Надеюсь, вы поняли, что я купила новый автомобиль. И вот все эти дни бегаю, оформляю, в общем-то, документы. В общем, осталось. Дело замалываю. Все уже сдала. Так что, интересно, какие мне выпадут номера на автомобиль. Ой, интересно. Блатной номер покупать не стала. Что-то такие суммы, которые меня не сильно впечатляют. На блатной номер что-то там прям в тысячах дело. Вот. Так что, я несказанно рада. Мы, ну что не сказать, все дела. Муж сейчас пообедает вкусно в столовой. Я тоже. В общем, нашли какую-то столовую, зашли. И, я сказала, на радость решили поесть. Вот. Так что, не только кафе, рестораны и все остальное. Ну и надо посещать столовые, я так считаю. Здесь, кстати, есть люди. Где-то там были за моей спиной. А, все около окна. Ну, в общем, все едят. И нам, в общем, приятного аппетита. Будем ждать номера, документы. И прикручивать номера на новый автомобиль. Ковры, все уже купила, щетку. Осталось все там, аптечку, знак. Аптечку, знак надо. Что-то еще там вроде как надо. Ну, все постепенно. Не все в один момент. Ну, что, теперь у нас два автомобиля. Мы в семье. У мужа его автомобиль, который был. А у меня новый. Разных цветов они теперь. Разных моделей, фасонов, габаритов. В общем, я учусь ездить заново. Хоть у меня и стаж вождения 12 лет. Учусь заново. Потому что другие габариты. В общем, все по-другому. Спасибо за поздравления. Я уверена, вы напишите. Порадуйтесь за меня. И я буду тоже за вас радоваться, когда у вас появятся новые автомобили. Я напишу. А? Я напишу. Ты напишешь. Так что год начался с покупки, с приобретением, о котором я очень мечтала, очень хотела. И плюс еще я выполнила в компании Тианды автобонус. Значит, стала серебряным директором компании Тианды. Выполнила автобонус. В общем-то, это колоссальная поддержка, конечно, в денежном эквиваленте от компании. Вот такой вот шикарный бизнес, который дает и открывает новые возможности и изменения в жизни. Поэтому приглашаю вас в свою команду. Я вам расскажу, где деньги, как их заработать, как их получить. Вот. И вы уже осуществите на эти деньги свои мечты. Будете осуществлять свои мечты и свои планы. Вот. А у меня вот такие вот приятные хлопоты, которые у меня пока вот каждый день, каждый день что-нибудь, да, не знаю. Вот. Несказанно рада. Вчера уже Максим говорит, ты будешь что-то из машины забирать, а тебе вот это нужно, а тебе вот это нужно. Я говорю, ну что, раздел имущества? Посмеялись. Ну, у каждого теперь немножечко свое, ну, в то же самое и общее. Так что, Максим ездил на ней, говорит, о-о-о, и на Тузька, какой ты хороший автомобиль выбрала. Ему, в общем, понравилось. Говорит, я буду, если что, тоже на ней ездить. Когда там? Она у тебя стоит. Да? Когда там она у меня стоит? Иногда стоит. На чем мы пообедали? Сейчас пойдем ждать, да, документы. У нас что-то с собой, ни отвертки нету, ничего. А, нам еще, когда это нам? В общем, пока только везде все плачу, за то плачу, за это плачу, в общем, везде на то госпошлину заплатить, то еще там что-нибудь, то документы, то это, то страховку, то еще там хочу страховку, еще одну сделать. Ну, в общем, пока одни, в общем-то, такие траты, траты, траты. Ну, как обычно. Как обычно. Вот и день прошел. С утра была в поликлинике, потом, значит, вот, ой, ну, все, знаю, какие у меня номера ПТС получила, но номера не получила, потому что прождали больше часа, и все, и в пять они закрылись, и все, и самих номеров металлических у меня нет. Ну, знаю номер такой интересненький, интересненький номер, интересненькие буквы, интересненький номер. Вот. Ну, и что? Быстро ничего вообще не получается сделать. Так что надо будет завтра ехать еще насчет номеров уже самих железок. Страховку я еще одну хотела сделать, не успела ее сделать. Ну, зашли в магазин, такие, думаем, ну, что, чай, что ли, купить, что ли, что-нибудь. Ну, вот, зашли, что-то взяли, сейчас вам покажу. Так что все так долго, везде так долго. Я не скажу, что людей много, нет. Просто вообще никуда не торопятся, никуда не спешат, очень-очень долго все. Как сидели, так сидим. Где-то час двадцать, как документы сдали, прошло час двадцать, вынесли ПТС, отдали. Все. И все. И мы поехали. А там уже закрыто где номер один. Ну, в общем, завтра опять. Опять бегу ехать, опять, в общем, и опять полдня придет, как говорится, ничего не сделаешь. Ничего не успеваю. Ни почитать, ни повышевать, ни, там, еще дел масса. Вообще ничего. Спину лечу. В общем-то, уже к другому врачу записалась. Еще пойду. Ой. В общем, не знаю. Спину не отпускают. Прямо. Прямо что-то, что-то не знаю как-то. Все болезни от нервов. А нервы надо лечить. Это точно. Так, ну что, муж любит вот такие вот вафли со вкусом лимона, зерми. Взял две. Я взяла такую шоколадку. Альпинголь, фундук, изюм, молочный шоколад. Потом еще Шарлиз с лимончиком взяла конфеты. Потому что эти уже, в принципе, подъели. Все. Взяла Каринку. Не помню, если нет колбаски, то Шанька там в расстроенное чувство входит. Взяла еще ситновские сосиски вознесенские. Потом взяла помидор. Взяла изюм. Вот такой вот сливы. С кофейком, с чайком отлично. Потом взяли еще сыр. И буддзиакский Краснодарский кетчуп. Кетчуп, кетчуп. Бывает еще такой шашлык. Шашлык. Шашлык не дала. Еще вот. Чуть-чуть. Того чуть-чуть, этого чуть-чуть. Пришли. Номера заказываем в фирме. Где я только не побывала. Из-за этого в реалите, друзья. Завтра мы идем на день рождения. Я тут пока у мамы. Потом расскажу, для чего я тут у мамы. Вот. Мама подготовилась. В общем, подарок. Подарок. Так, смотрим. Подарок. Подарок, подарок. Бритва. К сиоми. Мужчине. К мужчине идем на день рождения. Бритва к сиоми, значит. Ну, ты нам бумажку рассказывай, девочкам будет, мальчикам тоже будет это. В общем-то, ты покажи, что там. Сейчас я, вы знаете, чтобы купить мужчине подарок, это очень сложно, потому что я же этими вещами не пользуюсь. Ну, как бы, в принципе, и не разбираюсь, что хорошо, что плохо. Есть вот разного вида, не только фирм, но и вида. Значит, есть плоские ножи, да? Вот здесь вот видите, круглые ножи, да еще и двойные, вот они, выпуклые такие. Значит, что сделала выводы, я консультации получила везде, где только могла. Начинала на Озоне смотреть, думаю, выпишу там подарок, потому что, не знаю, наверное, может в магазине нет. Потом уже пошла по магазинам, и была МВМ Видева, Вальдорадо у нас, да, я, оказывается, нашла прям к сиоми фирму, у нас есть отдел есть. я же тебе говорила, островки такие. Нет, на островках там телефоны только продают, это прям отдел целый, я нашла случайно напротив МВД у нас в гостинке. Ну и получается так, что у меня спрашивают, а щетина какая? Я чуть ли не рассмеялась, я не знаю, я мне ничего не понимаю в этой щетине. Но потом мне пояснили, говорят, если молодой человек, то у него более мягкая щетина, а с возрастом она становится, значит, жестче. Но я говорю, нет, мне возрастному мужчине нужно приобрести бритву. Теперь, значит, сказали, что если бывают вот такие ножи плоские, вот такие ножи, они более для молодой кожи, они, значит, если у кого-то сильно раздражённые, они рекомендуются, а вот для более такой уже щетины, жёсткой, вот это лучше. Значит, с круглыми получаются. с круглыми, вот с такими, это лучше. Ну, вот, значит, я давай искать эту фирму, Xiaomi. Не во всех отделах нет. Это для какого бритья? Для сухого или для влажного? Есть они отдельные и для сухого бритья, и есть отдельно для влажного. Ну, вот это универсальное. Она, значит, это можно с пеной прям брить. Да, можно с пеной или с гелью. Да, да, да. Вот, девочки, скоро 23 февраля, слушайте. Вот, кстати, видите, если вы в поиске. Потому что, если вы хотите, значит, почистить, помыть, вот здесь вот открывается крышечка, но тут всё запечатано, я вам не могу показать её, но там меня уже проконсультировали, всё показали, и вот здесь вот она, вот здесь вот вынимается. Значит, заряжается она, вот именно эту, которую я купила, и скажу, почему я всё-таки на ней остановилась. Вот, она заряжается от зарядника, телефонного, да, заряд, она, значит, заряжается на 90 минут использования, и здесь вот, видите, вот здесь вот циферки, здесь вот видно, сколько у вас минут осталось. Вы можете посмотреть, если достаточно, вы можете не подзаряжать какое-то время там, ну, в общем, вот таким образом. Ну, начиная, в общем-то, думаю, ну, наверное, начну с Азона. Проще же дома сидела, посмотрела, ничего не поняла, цены разные там есть, и какие-то цифры, значит, С-300 увидела в каких-то там моделях, С-700, С-500, что такое мощность или что-то ещё, но теперь я уже знаю, что это модель, это модель, зависит модель, вот это именно модель, значит, С-500, но она не сильно, мол, отличается от С-700, это модели, значит, С-300, она как-то постарее, получается, ну, в общем, в общем, получилось так, что, вот, Филипс, может быть, лучше там, вот эти модели, но то, что там нету именно вот с такими плавающими ножами, там вот ножи были плоские, поэтому я вот остановилась на круглых таких ножах, и поэтому мне прям повезло, я прям вышла на этот отдел, подошла туда, ещё дополнительно проконсультировалась у мужчин, и что они мне, чем ещё привлекли, говорит, если вы купите такую крутую модель, там Филипс, или что-то, там, говорит, одни ножи, вот эти съёмные, которые потом стачиваются, они 3000 только ножек стоят, но не факт, что ещё раз у нас всё это уже в магазинах, уже практически ничего нет, сложно, и поэтому вы можете не найти, да, и будет она у вас лежать. А здесь сменные? А здесь сменные, стоят у нас всего 1000, так что, вот, но там ценник, конечно, подороже в два раза, я говорю, так тогда, ребята, если, мол, ими подольше можно попользоваться, то я говорю, ну, тогда можно этих просто под больше ножей купить и на 10 лет вперёд. Я говорю, а насколько хватит этого ножа? Ну, если смотря как бриться, если каждый день, то, может быть, на года полтора вам хватит. Я говорю, ну, тогда штуки 3 купить, то можно запастись. Так что, девочки, вы получили вообще отличную консультацию, есть что подарить мальчикам на 23 февраля, ну, в общем, вам поделились. Так, а тут пока это Настя нарисовала, а это Настя, такая красотка, маленькая, ещё до годика, до годика, да, прям уже ближе к годику, у неё в сентябре был годик, это вот, ближе к годику, такая красотка. Вот, что тут ещё так вам покажу? Вот, Илья на даче в детском саду ездили на дачу в Абзаково и, в общем-то, оттуда фотографии. Все такие уже большие, да? Даже и не скажешь, что такими крохами были. Мама, правда, говорит, зачем это снимать, но я говорю, это вообще, вот, сейчас вам показываю, то, что есть. Это то, что есть. Вам что-то это напоминает? Вам что-то это напоминает? Ну, если не напоминает, то ничего страшного. Вот, значит, мам мне говорит, ну, там что, Наташа, что там, какие хочешь чехлы? Я говорю, я хочу вообще красный, мне нравится. Вот это тоже мне нравится. Вишневый. Вишневый, красный, яркий. Настя говорит, ой, черный. Я говорю, да, ну, черный, не хочу черный. Ну, он, в рубчик, но он, вот такого плана, видишь. Да. Это материал, из чего шьют такие в салонах чехлы, а у меня будут чехлы, в общем-то, как не у всех, как не у всех. Печверк, липочек, да? Да. Когда шьют разноцветные. Печверк. Печверк. Вот мне вот этот цвет нравится. Красивущий. А я подумала, что тебе что-нибудь, может быть, светлого, думаю, вот как-то сочетать, вот. Вот. Хотя есть, видишь, оно с разными оттенками, видишь, там серым. Мне вот красный нравится. Да? Да, вот этот нравится. Не знаю, вот коричневый, не знаю, можно и синий красивый. И красно-коричневый, смотри, как красиво. Ну, коричневых у тебя мало, да? Нет, ну, они же будут, допустим, как я себе делала в машину, если кто, может быть, видел, да? Ага. Вот. Ну, я делала более узкие, я вот из таких узких делала вот так вот. тогда, может, потом подойдешь к машине, снимешь, посмотрят. потом кто-то покажет. Может быть. Пока это вот так. Так что будем сейчас что-нибудь примерять, выбирать, подбирать. Но мама разноцветная, да? У меня там вообще разноцветная, хотя есть вот и сиреневый, красивый, если где-то с каким-то спустить цветом, будет очень оригинально. в общем-то, мама говорит, в общем, это творчество для души. Кому нравится это делать, это же вечерами, когда что-то слушаешь, смотришь, и ты же занимаешься. Тканюшки есть. Да. Вот. Можно это пойти заказать, но... Да, можно, но тебе никто так не сделает, если ты хочешь. Там просто тебе сделают полотном или вставят где-нибудь какую-нибудь серединку, боковушечки там, или там сделают. Карманы, если хочешь, приделают максимум, да. Так что, в общем... Ну, если вы хотите более как-то так вот ярче, что ли. Как не у всех. 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 То тогда, значит, можно... Ну, не понравится это же сделать такое. Мама, смотрите, какая машинка. Крутая. Ну, это уже... Вообще. Крутая машинка. Чайка ножная. Она не электрическая, она... Там надо ножная, там надо качать ногой. Вот. Чудо-машинка. Покупала мама еще электрическую машинку себе. Не заценила ее. Отдала ее мне. Говорит, Наташа, тебе мне это больше нравится. Да, не то, что больше. Я вот как с детства привыкла ногой качать. Качать. И поэтому... Так что мам на ней шьет. Так на ней и... Да. Так что мам тут... Видите, рукоделие. А еще вот смотрите, какая машинка. Ну, это как-то... Вообще. Для коллекции. Для коллекции. Для коллекции. Видите? Эксклюзив для коллекции. Ну, это-то вообще... Этой машинке больше, чем... Ей лет больше, чем мне. Уже все остальное утеряно. Был же уже здесь еще и... Она шьет. Она, да, у нее есть иголка, но она шьет одной ниткой. Вот здесь отставляется шпучка. Вот поэтому она там... Орша. Челдока. Орша. Да? Так что вот мы тут чем заняты такими вопросами серьезными. У нас все по-серьезному. Вот. Так что все по-серьезному. Кабинет рукоделия. Что-то такое не знаю. Это же я пробовала. Это же все это... Рукоделие мое. А я думаю, что такое я не видела. Нет, это вот на бумаге. На бумаге я тренировалась. Вот. Да. Ну, потом эту бумагу сорвешь, конечно. Интересно. Вот так вот. Ну, как-то. Понравилось? Красиво, оригинально? Если вот такие ткани детей. Линолеум подстелят. Ну, чтобы резать. Резать, чтобы здесь у меня. Да. Стол такой хороший из Икеи. Ой, большой. Это все рукоделие? У нее тут комната для рукоделия. Да. Всякие штучки, дрючки у нее тут. Вся какая красота, вся нужная, все нужная. Мама всегда мечтала. Говорит, я хочу, чтобы у меня было место и комната, где я буду рукодельничать. И видите, как все хорошо и замечательно получилось. Вот видите. Все нужное, все такое. И мусоришка тут сразу есть куда. Все, в общем-то, по месту, по делу. Вот так вот. Можно даже на столе и кроить, если там вот на полу, на столе. Если хотите, там вот, можно и куклам сшить. Так что я тут им на липучках. Ой, это моя кукла Люси, познакомьтесь. Да. Сосочка с сосочкой. Ой, мне было 5 лет. Мне вырвали гланды. И я вообще мечтала, что у меня будет кукла с сосочкой и коляска с капюшоном зеленая. И вот мне гланды-то вырвали. У меня нет гланд. Мне родители купили куклу с сосочкой. Чтобы не плакала. Да, и коляску с капюшоном. Ни у кого не было в округе, только у меня у одной. Ну, вот кукла. Жена, еще костюмчик порвался и ее уже заменили. Ну, так Люси, извините, Люси-то 35 лет, Люси, если что. И там у нее всю и мальчика уже новая, и там стопочка новая. И там стопочка новая. Если еще Люси 35 лет, она девушка в самом соку, поэтому она стала современной. Видишь, современной Люся стала просто. Так что это вот моя Люсичка, познакомьтесь. Любите жаловать Люсичку. Так что она девушка очень модная. И вот тут у меня. Живет у мамы. Вот такая прекрасная девушка. Ну, в общем, как-то так. Мама говорит, ничего не понятно, ничего не видно, но нам все понятно, нам уже все видно. Определились, исключили. Да кое-что исключили, кое-что вообще. В общем, будет вот так вот необычненько, не как у всех. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»